Более четырех лет воспитанники частного детского сада на Завидной 10 испытывали неудобство с переходом проезжей части. Два раза в день ребята пользуются маршрутом от образовательного учреждения к игровой площадке. Несмотря на то, что это придомовая территория, движение здесь довольно интенсивное. Вопрос о создании пешеходного перехода руководитель сада подняла на одной из встреч общественной организации «Нежный бизнес», где присутствовал первый заместитель главы администрации округа Альберт Гравин, который и взял ситуацию под личный контроль. Помимо нашего садика, здесь в доме еще три садика и в итоге до 80 детей переходят дорогу ежедневно. Я очень благодарна, потому что сразу отреагировали и как только я отправила заявку, на следующий день мне позвонили и пригласили встретиться, обсудить уже все детали и пообещать, что к первому сентября уже будет готов переход. Обещание руководство Ленинского городского округа сдержало. Реализация проекта заняла около двух недель. Чтобы не ждать выделения средств из муниципального бюджета, подключили бизнес и местную управляющую компанию. Итог – полноценный безопасный пешеходный переход, выполненный по всем стандартам. Времени ушло у нас меньше недели. Все подрядчики подключились оперативно. Все нарисовали, поставили знаки, сделали понижение, чтобы дети могли безопасно передвигаться. Альберт Гравин отмечает, такое открытое взаимодействие с жителями и оперативная реализация наказов и есть главный принцип работы администрации. Вот эта вот история, она не такая дорогая, но при этом реализовать ее с помощью бюджета – это огромная процедура 44-го федерального закона. У нас нашлись добрые предприниматели, которые с удовольствием вникли в эту историю. И мы в течение двух недель, вот к первому сентября у нас была такая задача, сделали этот прекрасный пешеходный переход. Ребятишкам очень удобно, мы сейчас продемонстрировали. Самое главное – довольны родители, которые видят, что мы идем всегда навстречу и помогаем. В преддверии нового учебного года обновляются и другие пешеходные переходы, ведущие к образовательным учреждениям. С этого года используется инновационный материал – термопластик, который служит дольше – порядка 3-4 лет. Устойчив к перепадам температуры и неблагоприятным погодным условиям. Также устанавливаются дорожные знаки внимания детей и соблюдения скоростного режима. Данное покрытие, вот это термопластическое, оно отражает свет фар. И водители издалека уже будут, ну как бы будут вид, будет им отражаться, что существует данный пешеход, что надо обратить внимание. Особенно это касается дорожных знаков, вот вблизи школ, которые дублируются именно на асфальте. Уже видно скоростной режим, очень большой такой знак издалека будет видно. И внимание дети тоже дарят знак, который будет на асфальте расположен. Помимо пешеходных переходов, для безопасности участников дорожного движения на улицах городского округа устанавливаются искусственные неровности, которые снижают скорость потока и заставляют водителей сосредоточить внимание. Здесь находится школа номер 2. И в преддверии начала учебного года просто необходимо установить минут на 15-20, будет ограниченным движением. В итоге все будет сделано качественно и хорошо. Видно, образметку обновят не только вблизи образовательных учреждений. В этом году она, в принципе, внешне изменится. Возле школ, детских садов и на нерегулируемых пешеходных переходах останется бело-желтой, на светофорных – однотонной белой. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова